Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды и, соответственно, наш с тобой традиционный выпуск, анализ технический фундаментальный. С двух сторон смотрим на рыночные события, на динамику финансовых активов и во всем многообразии инструментов. Обсуждаем те, которые, как нам кажется, сейчас интереснее других и на которых реально можно заработать. Ну что, сегодняшний день, если говорить о отчетах, которые еще выйдут, впереди события, скажем так, я бы обратил внимание, друзья, на британскую валюту. Сегодня одна из рекомендаций будет по фунту против доллара, потому что буквально несколько минут назад вышли данные по инфляции по Англии и у меня там сейчас открыт экономический календарь, что мы увидели. Годовое значение инфляции в Англии. Новые максимумы за десятилетия 5-4% с 5,1 базовой инфляции, которая не учитывает цены на продовольственные товары, цены на энергоносители тоже. Такой же серьезный прирост 4,2% с 4. Эта тенденция, она вряд ли у кого-то сейчас вызовет какие-то вопросы, потому что все прекрасно знают, что повсеместно в мире сейчас наблюдают серьезный прессинг в виде высоких цен, которые заставляют центральные банки, ну если это, конечно же, не центральный банк Турции, бороться с высокой инфляцией, повышая процентный став и сокращая экономические стимулы. Так вот, ну давай прям сразу демонстрация крана. Сегодня немного... Начнем с актуальных рекомендаций, потом тогда я вернусь к идеям, которые были в прошлый раз. Так вот, по поводу британской валюты. Сейчас мы видим котировки 1,3591. Вчера вышел облог статистики по рынку труда. В принципе, цифры тоже не разочаровали, довольно неплохие цифры, которые поддерживают настрой тех, кто на заседание Банка Англии, следующее заседание, которое состоится в начале февраля, регулятор может повысить процентный став. Ну бы и нет. Данные по инфляции это явно подтверждают, поддерживают такую идею. И сегодня в 17.15 по московскому времени будет еще выступление главы Банка Англии Бейли, который должен после вот этих обновленных макроэкономических данных по инфляции по рынку труда немного пролить свет именно на то, как регулятор дальше будет действовать, что планируется делать с стимулами, с корректировкой монетарной политики. И если мы сегодня в 17.15 услышим от Бейли, что регулятор все еще остается на пути повышения ставки на 0,25% в начале февраля, то тогда фонд может отреагировать неплохим ростом. Поэтому я, друзья, рекомендую дождаться уровня 1,3620, как раз выше линии локального нисходящего тренда. Закрепление пары над этим значением, над данным уровнем позволит паре, скажите, еще выше, со целями 1,3750-1,38. Стоп-лосс можно будет забросить на уровень 1,3560. Я верю в британскую валюту, потому что все-таки пара, как мне кажется, сейчас с учетом фундаментального фона, может быть более-менее предсказуемой. И надеюсь, что хотя бы фунт все-таки на более явную перспективу повышения ставки реагирует соответствующим, правильным образом. Так, по поводу тех сделок, которые были в прошлый раз. Доллар и иены, я рекомендовал покупать, точнее, я обозначал тенденцию, что пары интересны для покупок. Те, кто в лангарх, держите, друзья, в принципе, это также актуально сейчас. Котировки плюс-минус рядом с теми значениями, которые мы видели во время нашего с тобой прошлого эфира. Но единственное, что во вторник вышло, нашло заседание Банка Японии. И здесь стоит отметить, что японский регулятор, в отличие от всех, прочих, пока что не собирается отказываться от экономических стимулов, потому что там ситуация с инфляцией совсем другая. Возможно, на уровне ментальности, в отличие от всех других стран, японские производители не перекладывают издержки на потребителей. И это не приводит к росту цен такой геометрической прогрессии, как повсеместно в мире. Если действительно Банк Японии останется последним регулятором, который будет прям до последнего держать низкую процентную ставку, ставки комплигациям и довольно внушительный объем программы количественного смягчения, то тогда ловить, опять же, ей не будет нечего в плане какой-то локальной бычьей тенденции. На контрасте с долларом это может создать условия для долгосрочной позиции. Кому интересны, опять же, цели от многих инвестбанков, раньше касался 117, 118 и даже повыше. Так, золото. Сейчас котировки 1812, сделка была с отметки 1815, стоп-лосс на уровне 1800. Пока что рекомендую держать длинные позиции, потому что, опять же, качели, как и раньше, то инфляция будет преобладать в настроениях как страховки от обесценивания денег. То все-таки участники рынка сфокусируются на перспективах роста процентной ставки и дальше будут ждать еще более головокружительного роста доходности трежер из американских облигаций. Они ищут, правда, на максимум за два года, и это позволит заработать в облигациях больше, чем на рынке золота. В общем, пока держится планка 1800, золото не оказалось над данным, под данным уровнем, точнее. Соответственно, лонха сравнивая в приоритете. Рынок нефти, геополитика рулит, и многолетний максимум, 7-летний максимум по Brent, 8-летний, по-моему, по WC, 88 долларов за баррель. И, конечно же, при таком серьезном росте уже все, кому не лень, говорят 100, 110, уже не за горами. Якобы спрос существенно приезжает предложение и так далее и тому подобное. Я не хочу сейчас копаться совсем в долгосрочных перспективах нефти, потому что это, если обсуждать, это очень долгий диалог может выйти. Все-таки думаю, что даже если покупатели будут правы, и рынок заберется еще выше, должна быть коррекция, как я ждал ее во время нашего с тобой прошлого эфира. Но из-за того, что без откатов нефть продолжает расти, приходится подтягивать уровень вот этой отложки селл-стопа. Раньше это были значения 84,50, а сейчас это уже 86,50. Соответственно, я хочу поймать вот эту коррекционную динамику, если она, конечно же, последует. И реализуется идея именно о продаже с целями 82, либо 80 долларов за бар. Так, ну, в качестве резюме следим, друзья, за британской валютой. То, что отчет по инфляции позади, и это не значит, что сегодня больше ничего интересного не будет. Напоминаю, что ждем еще выступления Бэйли, главы британского регулятора. И если он будет щедр на жесткие комментарии, мы увидим бычую динамику. Нефть ловим шорта, хотя, конечно же, против тренда любая сделка с серьезными рисками, имейте это в виду, но думаю, что такой сценарий не литрон смысла. Ну и золото пока держится выше 1800, лонг-приоритет. Каталин, слово тебе. Загрузилось, видно все. Так, всех приветствую. Давайте пройдемся по идеям, которые понедельник говорил. Это был S&P 500. На снижение стал селл-стоп на уровне 46.00. Он вчера сработал, мы прокатились вниз немножко, один к одному. То есть можно здесь часть закрыть на сделке, часть оставить, как вариант без убыток не переносить, потому что могут еще откатить. На дальнейшие какие-то новые рекомендации по нему не буду давать. То есть удерживаем старые шарты. Возможно, если бы прошли, скажем так, вот эту поддержку в районе 45, то дальше есть вариант снижения пониже в районе 42-43. Вот как-то вот так. Пробили мы, получается, вот эти восходящие трендовые линии, которые у нас есть. Я там еще одну дополнительную нарисовал. Первая это у нас, получается, с минимума, да. То есть мы ее сломили еще вчера. И на текущий момент по первой точке отсюда, откуда начался рост, это в сентябре 2020 года. И вторая точка вот эта с максимум, который мы сделали, нарисовал. То есть пока мы это пытаемся пробить, будет ли это какой-то полет такой камнем вниз, посмотрим, будем наблюдать. Пока рисуется какой-то нисходящий локальный тренд. Все, что ниже него, рассматривают шарты. А если его будем ломать, то дальше возможно рассматривать покупки. Ну, аналогичное что-то было в сентябре прошлого года. То есть был нисходящий локальный тренд. Посмотрим, что с этого получится. Дальше. Был евро-доллар покупка. Она не сработала. В принципе, там рассматривалось два варианта построения трендовой линии. Как в шорт, так и в лонг. Поэтому низ работал идея на покупку выше уровня 1.1385. Мы вчера пробили вниз. И на текущий момент, как я уже в понедельник говорил, что если мы закроемся ниже уровня, то стоит рассматривать продажи. Только вопрос, здесь бы, конечно, чуть-чуть проторговаться. И дальше уже, я думаю, будут силы падать вниз. Потому что у нас здесь виден также локальный восходящий тренд такой вверх. И его бы сломить. Поэтому новые рекомендации по евро будут на пробой этого тренда. То есть в районе 12.50 лимитка со стоп-лоссом 50 пунктов. Это первый вариант. Второй вариант с коррекцией. Если мы где-то откатим в район 13.75, условно, можно здесь селл-лимит выставить. Со стоп-лоссом в районе 14.15. Ну, 14.20, скажем, 25 за вот этот максимум. Потому что, возможно, это был какой-то вынос стоп-лоссов, которые здесь ранее ребята шартили. И мы продолжим сильно падать вниз. В принципе, аналогично я говорил по индексу доллара. Вот здесь более четко была трендовая линия, нарисовалась. И вот мы как раз в понедельник закрылись выше и во вторник прострелили наверх. И плюс закрылись еще выше уровня сопротивления, который у нас был 95.55. Если мы все-таки удержим эту зону выше, то я думаю, что у индекса есть возможность обновить максимумы прошлого года. Конечно, могут чуть-чуть продавить вниз. Это ничего не будет означать. Но больше я пока склоняюсь за лонг по данному индексу. Вот выше вчерашнего минимума 95.10, аналогично евро. Если вот этот импульс мы удержим, то дальше есть вариант роста. Что это будет за рост? Какой-то локальный в район 96 с копейками 97 время покажет. То есть у нас практически есть еще здесь месяц. Так, дальше. Ну, по поводу фунта. Фунт аналогично, как евро-доллар. Он, получается, пробил вчера уровень поддержки 36. Мы о нем говорили еще на прошлой неделе. Это был ключевой такой уровень. Плюс здесь тренд аналогично, как и по другим инструментам. Если сегодня не смогут выкупить его, а будут задавливать вниз, то здесь шансы по фунту есть падать. Дальше. По поводу, что касается нефти. Да. В принципе, каких-то признаков на снижение нету. У нас сильный тренд. Аналогично был тренд прошлой осенью. Когда мы его сломим и что-то нарисуется, можно будет говорить о контртрендовом движении вниз. Потому что на текущий момент ловить шарты достаточно рискованно, как ты правильно отметил. Чтобы торговать контртренд, нужно какую-то модель, паттерн сильный. Вот, допустим, той же осенью мы здесь месяц практически торговались, чтобы хорошо обвалить нефть. Поэтому на текущий момент я пока вне рынка. То есть шарты я не рассматриваю, покупки возможно, но на максимумах я не люблю, скажем, такие. Ну, скажем, как бы пробили сильные максимумы, пока мы выше, возможно рассматривать покупки. И только при закрытии по бренд ниже 86 образуется какой-то ложный вынос данного уровня. И на откате уже можно будет думать о, так скажем, о шартах. Как-то вот так. Пока у меня вот такое мнение по рынку. Спасибо, Литалий, за точку зрения, за анализ. Соответственно, подведем итоги уже тех рекомендаций, которые сегодня давали в следующий эфир. Это понедельник. Тебе по традиции классного закрытия недели и хороших выходных. Спасибо и пока. Пока. Удачи. Спасибо.